ИИН детям нужен или нет? С апреля текущего года выдаются вкладыши к свидетельству о рождении несовершеннолетним детям, потому как они также являются получателями каких-либо социальных услуг. Что думают об этом родители и многие ли уже получили данный документ? С какими проблемами приходится сталкиваться горожанам при получении ИИНа? Расскажет Анель Шалкарбек. Новость о том, что для детей, родившихся до августа 2007 года, но не достигших 16 лет, необходимо оформить ИИН, ажиотажа не вызывала. Уникальность ИИН связана с тем, что он присваивается один раз и запровождает его в течение всей его жизни. Однако проблему столпотворения в ответственном госоргане, видимо, не усмотрели. Для того, чтобы получить заветный документ, родители выстраиваются в длинную очередь, из-за чего в итоге просто-напросто пропадает с работы на несколько часов. Мы пришли за ИИНом ребенка, в школу потребовали. Вот мы пришли, сидим больше часа. Вот я после работы пришла, жду час пятнадцать, не знаю, сколько будут сидеть. А некоторые считают, что ИИН детям и вовсе не нужен. Чтобы получить данный документ, родителям дана лишь неделя. Многие из них говорят, что будет лучше, если ИИН будет выдаваться лишь при необходимости. Я вообще не понимаю, зачем он мне нужен. У скольких детей за эти дни в нижней части левой страницы свидетельства о рождении будет написано присвоенный ИИН, неизвестно. И в течение недели им все же удастся получить документ благодаря качеству и скорости обслуживания в ответственном учреждении. Анна Шокарбек, Боржан Алифов, Евгений Афанасьев. Первый. Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова